ответ такой вопрос важный и ответа думаю тоже будет важным и значимым и приятным что такое кошерное питание что такое здоровое питание казалось бы одно и то же здесь питание и здесь питание кошерное питание это на основе законов торы закон и торы что есть виды животных которых можно употреблять в пищу а из которой нельзя это что можно употреблять пищу нужно чтобы было приготовлено и подготовлена сама тушка туша и так далее на основе законов тора или И если не животные, то продукты, то, например, одно молоко будет кошерным, другое – не кошерным. Кошерное означает пригодное в пищу еврею. Не еврей может есть, что он хочет. Еврей – только кошерную еду. Это один момент. Теперь здоровая еда. Что такое здоровая еда? Это на основе знаний медицины, знаний других аспектов. Есть продукты, которые хорошо влияют на тело, на здоровье, а есть, которые не очень. Если человек питается нездоровой пищей и питается все время так, то, может быть, уже в 30, к 40, к 50 годам он уже его здоровье, что называется, пошатнется. И не будет хорошо. А если не кошерную еду использовать, то здоровье постепенно может тоже ухудшиться. Может быть и нет, это необязательно. Но точно это духовный ущерб. То есть поломка в душе – это грязь. То есть две вещи – и загрязненность души, и поломка в душе. Теперь давайте поставим вопрос так. Что важнее – чистота души, цельность ее, или это в случае кошерность-некошерность, или здоровое тело, что тоже хорошо. Конечно, человеку хочется быть здоровым, но больше другого нет, успеха от здоровой еды. Только что будет здоровье. Если ты направишь себя на выполнение заповедей, на изучение Торы и на подобные вещи, то здоровье очень тебе поможет. Если же на другое, то это же здоровье тебе очень навредит. Поэтому нельзя однозначно сказать про здоровую пищу ничего, кроме нашего общего указания, что, как говорится, поговорка даже народная, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Но если более серьезно, то здоровое тело очень важно, но если оно не сочетается с… Я говорю, а только евреи. Сейчас я говорю, только евреи. Не сочетается с выполнением законов Торы и так далее, то это здоровое тело не обязательно приносит какие-то хорошие результаты человеку. Как из выражения «здоров как бугарь», «здоров как бык». Что это такое? «Здоров как бык» – это действительно здорово. Но на что это потрачено? Что с этим ты будешь делать? И что и в этом, и в будущем мире ты принесешь к небу и скажешь, вот я, смотрите, я здоров, всегда берег здоровье. И что? Поэтому меряют человека только по его делам. Не под состояние здоровья, только по его делам. И, конечно, всегда здоровый человек – это лучше, чем больной человек. С этим никто не спорит. И более того, еврейский образ жизни косвенно, непрямо. Имеет те или другие преимущества перед нееврейским образом жизни. Но, я повторяю, те или иные. Это нельзя сказать однозначно. Однозначно мы скажем только одно. Если человек питается с учетом здорового образа жизни, но ест еврей только кошерную еду, это будет в неизмеримо раз лучше, чем если он будет питаться некошерной едой. Вот это общее правило, что можно сказать здесь. И не случайно великий наш учитель Рамбам, который составил кодекс всех еврейских законов. Это 14 томов. В одном томе, в первом томе, он указал на основные направления питания человека. Видите, а кодекс каких? Еврейских религиозных законов. То есть мы видим, есть связь между заповедями и здоровым образом жизни. Но на первом месте стоит и весь кодекс Рамбама о заповедях. Не о здоровом питании, а о заповедях. Но поскольку здоровое питание полезно для человека, поможет ему выполнять заповеди, то Рамбам включил это в свой кодекс религиозных законов. Но что имеется в виду, от начала до конца все 14 томов посвящены только одну – как выполнять законы Торы. И этот кодекс открыл нам, сегодня открывает, потому что этот кодекс мы изучаем все время. И безусловно, не случайно все это связано. И это намекает прямо, и даже не только намекает, а кричит о том, что надо связывать здоровый образ жизни с кошерным образом жизни. Для евреев. Для евреев нет необходимости в кашруте, а насчет здорового образа жизни – это для всех людей. Ну, я думаю, что я разобрал уже тут все. Никакого нет противоречия и спора между здоровым питанием или соблюдением, как вы написали, правил кошерной жизни. И то нужно, и то нужно, но нужно понимать вес. Кошерное питание, если человек ест некошерное, ломает его душу. Представляете, страшное дело. А про евреев вы говорили, я уже пятый раз, наверное, говорю об этом. А вот если еврей соблюдает здоровый образ жизни и не соблюдает законы Торы, и не ест кошерную пищу, он больной, его душа больная. Если его душа больная, то внутренние моменты, элементы его тела тоже будут больными. И последнее, это не значит, что если человек ест еврей, например, кошерную пищу, он будет здоровый. Нет, это означает, что если он ест кошерную пищу, он не ломает себе душу. Это точно может сказать. Понимаете? А вот выздоровление или что-то, это нельзя сказать. Но поэтому самое простое решение, не ставить это как противоречие, а стараться прежде всего соблюдать кошерный образ жизни и кошерное питание. И на втором месте, но на втором, не на десятом, на втором месте поставить здоровый образ жизни. Если мы говорим об этой области, конечно. Вот, пожалуй, и все. Всего доброго, до свидания.